Современная молодежь погрязла в социальных сетях. Что ни аккаунт, то великий блогер. Каждый из них мечтает обладать правами профессионального журналиста. А вот ответственности за свои слова нести не хочет, рассуждает председатель Союза журналистов России Владимир Соловьев. Сегодня с рабочим визитом он посетил Донскую столицу, осмотрел медийные возможности Донского государственного университета и побывал в крупных медиахолдингах Ростовской области. Я считаю, что в регионах вот это основа нашей журналистики. И, кстати, посмотрел, как у вас все происходит на блестящем вообще и профессиональном и техническом уровне. Я много видел телекомпании, я сам телевизионщик, 30 лет, но у вас очень здорово. За несколько десятков лет своей телевизионной практики журналист сталкивался с разными людьми и ситуациями, поэтому обеспокоен тем, чтобы представители прессы могли спокойно работать в любых условиях. Чтобы им ничто не мешало, чтобы их никто не задерживал и чтобы они, не дай бог, не попадали под дубинки. Можно работать на митингах и без всяких жилетов. Закон о печати это позволяет. Человек может на свой страх и риск, имея только удостоверение журналиста, присутствовать там, работать, снимать, фотографировать, писать на камеру. Кто это не запрещает? Однако, если силовики будут понимать, что представители СМИ – это люди в определенной и яркой спецодежде, то проблем станет гораздо меньше. Для этого нужен ряд нововведений, таких как разработка бейджей с QR-кодами и зеленые жилеты для прессы. Обсудили и острые темы – необходимость ограничения свободы слова для опасных преступников и новый сериал о ростовском маньяке. Я надеюсь, что там что-то разумное, доброе и вечное должны были придумать режиссеры и создатели сценария. Потому что если только популяризировать именно преступление маньяка, конечно, это не то, что нужно обществу. Такие фильмы, истории и расследования Владимир Соловьев назвал шоу-бизнесом, но никак не журналистской работой. А о ней в пятницу обязательно побеседуют со студентами журфака ЮФУ. Алена Бадр, Сергей Алфеев, Дон-24, Ростов-на-Дону.